Итак, как и обещали, у нас в студии гости Александр Евгеньевич Владимиров, изобретатель, настоящий татарстанский кулибин. Да, и по стопам отца пошел его сын Илья. Здравствуйте, дорогие умельцы, я бы так сказала. Здравствуйте. Доброе утро. Александр Евгеньевич, первый вопрос вам. Откуда хобби изобретать, мастерить? Откуда это у вас появилось? Ну, это все пошло с детства. Еще я, когда был маленький, любил инструменты настоящие, не просто пластмассовые или какие-то там еще деревянные. Настоящий молоток, настоящую пилу, вот. Это какое детство? Это 5-6 лет или это уже 15-16? Да, потому что молоток и пила это... Нет, ну это еще до школы. Во время учебы в школе я занимался в Доме пионеров, там были всевозможные кружки, тоже вот делал кораблики, самолетики, игрушек было мало и приходилось придумывать самому. Да, деревянные игрушки получается, да, как шутят обычно? Да, деревянные, да. Ну, это очень было интересно и всегда нравилось, с большой такой любовью к этому относился. Это наследственное было или вот... Ну, папа у меня тоже со мной занимался, он мне помогал строгать, там что-то делать, какие-то для себя подделки, вот. А когда уже после армии, там, как вот уже стал работать, все это пригодилось. И стал дальше придумывать, изобретать, ну, как обычно в семье бывает. Но если, Александр Евгеньевич, у вас наследственное это или нет, это вопрос, то вот у Ильи точно наследственное. Конечно. Отец с детства тоже приучил к работе руками, да, к творчеству? Да, у отца была мастерская и, соответственно, был ресурс для того, чтобы что-то тоже придумывать, какие-то кораблики, какие-то машинки. Ну, потому что у вас тоже деревянные игрушки были, видимо, хотелось их усовершенствовать. А потом я поступил в Казанский государственный архитектурно-строительный университет и уже стал делать здания, мосты и так далее. И вот сейчас занимаюсь активным отдыхом, с друзьями мы часто ездим на сплавы, походы. И вот в 2010 году мы с моим товарищем, будучи строителями, стали придумывать свои катамараны, то есть делать их... То есть масштабно вы уже так вышли на такой уровень. Да, 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 но это тоже так своего рода изобретение, мы для себя их делаем и сплавляемся каждый год на майские праздники. То есть ваше хобби еще приносит реальную пользу? Да, 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 конечно. Господа, у нас, да, мы видим, есть экспонаты, видим домик, видим что-то похожее на... Нам сейчас объяснят, что это, потому что здесь у нас фантазия бурная, мы можем не придумать. Вот мы сидели как-то в бане, мы любим ходить в баню с сыном, и... 31 декабря. Вентилятор. Да, это было скучно, и мы что-то стали думать, ну что в бане можно придумать? Мы придумали вентилятор, который вращается от, ну, от руки. То есть здесь еще есть такой шкив, через шнур соединяется, и он начинает гонять жар. То есть сидишь... Это чтобы не париться, да, чтобы видеть, не замочить. Это чтобы она механическая, ее нужна рука. Да, да, да. То есть это еще и спорт, скажем так, сработать, да, тренажер. Да, можно и так подумать. И это все нам сначала, ну, показалось, ну, странным, может, это не должно пойти, потому что в бане это очень традиционное такое место, где там ничто не изобретешь. Но потом мы решили все-таки это воплотить, попробовать, и были удивлены своими даже разным фантазиям. Это так стало хорошо работать. Так, ну хорошо. Это веник для ленивых. Да. Функционально, скажем так. Ну вот мы еще видим, у вас поделочка тут. Это просто для творчества или там тоже есть какая-то... Это вот у меня, когда уже появилась внучка, и я как-то стал думать, ну, на эту тему. Ну, и стала тоже у меня фантазия работать. Вот я стал придумывать такие игрушки, которые собираются. Собираются, да. Да, вот тут, ну, он разборный полностью, его можно разобрать. Внучка его разбирает, собирает. Я вот сейчас его не буду... То есть у внучки тоже деревянные игрушки? Да, 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 да. Почему бы и нет? Все натуральное. Да, все натуральное, экологичное. Да, и вот здесь вот, если нам покажут, здесь у вас еще замечательный замок. То есть у вас уже... Да, это уже следующий этап, вот уже усложнение. Игрушки ваши все увеличиваются в размер. Это самая большая игрушка или что-то у вас есть еще? Нет, еще больше есть. Есть уже вот этот же замок, но он уже большой. Там уже для больших игрушек. Потом есть, значит, там кораблики тоже такие большие, как вот полки. Вот они такие, ну, книжные полки. А вот, кстати, мы видим... Да, это вот мы на выставке были, вот участвовали в прошлом году, позапрошлом году. То есть у вас еще вы и на выставках участвуете? Ну, пробовали вот как бы мнение людей узнать вот про наши вот эти вот поделки, изобретения. Ну и как? Как вот людям нравится, не нравится. И вот выставка как раз к этому способствует больше. Вот узнать обратную связь. Там саморощенные умельцы или прям профессионалы? Там разные, там разные. Там люди есть как просто любители, есть очень профессиональные. То есть фактически это полка для книг? Да. А, ничего себе оригинально. И как? Сколько времени уходит? Ну, времени уходит кому как, ну, за полчаса можно его собрать. Отлично. То есть тут все... Ну, это собрать, а сделать? А, ну, сделать тут уже надо сначала придумать. Какой материал ваш любимый? Какое дерево? Ну, любое дерево, я уже давно занимаюсь деревом с 86-го года. И дерево я любое могу обрабатывать, знаю его свойства. Ну, самое технологичное, это, конечно, фанера. То есть она... Фанер. Технически такие... Так банально. Да. Зато очень крепко и надежно. Это вот уже у нас сколько? Почти год крутится. Я надеюсь, что мы кого-то сподвигнем тоже на творческие... Подвиги. Подвиги, да. На мастерство своими руками. Спасибо вам за пример, спасибо вам за идеи. Да, и чтобы вам почаще было скучно, чтобы вы больше изобретений, в общем-то, себе придумали. Да, спасибо большое. Удачи вам, творческих побед и новых идей. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!